Приветствую каждого, кто зашел на обзор лучших мониторов в категории до 15 тысяч рублей. Я постарался сделать для вас подборку мониторов, отвечающих разным запросам и имеющих разные характеристики, чтобы выбор был разнообразным и каждый смог выбрать для себя оптимальный вариант. Присутствуют тут варианты и более оптимальные для игр и предназначенные для работы с графикой, либо мониторы со смешанными характеристиками, пригодные для различных и разносторонних задач. Не остались в стороне мониторы с нестандартными разрешениями. Но перед тем, как мы начнем, попрошу вас не забывать делиться своим мнением и замечаниями в комментариях, а также оценивать видео. И конечно же подписывайтесь на канал и уведомления о новых видео. Ну а мы начинаем. AOC C24G1 позиционируется как игровой монитор, идеально подходящий для геймеров. И в самом деле, монитор обладает всеми основными преимуществами, даже тип панели благоволит тому, чтобы использовать его в киберспорте. Известно, что матрицы, выполненные по технологии VA, имеют лучшую передачу глубины черного цвета по сравнению с другими типами. И это играет очень важную роль в сражениях, происходящих в затемненных условиях. Отличить врага становится проще, а это не только увеличивает скорость реакции и общие показатели успешности в игре, но и создает более комфортные условия для глаз, снимая с них излишнее напряжение. Что еще увеличивает скорость реакции в игре? Конечно же, время отклика пикселей. Смена цвета пикселя здесь составляет 1 миллисекунду, а это более чем приличный показатель. И в сочетании со 144 Гц частотой обновления дисплея суммарные плюсы этого монитора, делают его максимально полезным для использования даже на профессиональном уровне киберспорта. Разрешение монитора стандартное Full HD при диагонали в 24 дюйма. Контрастность заявлена на типично высоком уровне для VA-матриц в 3000 к 1. Угол обзора достигает 178 градусов, а покрытие поверхности Adobe RGB составляет 75%. Монитор является изогнутым, что дает возможность иметь всегда перпендикулярный угол обзора на плоскость экрана. Радиус закругления составляет полтора метра. Дополнительно, AOC C24G1 оснащен технологией не мерцающей подсветки и методом подавления синего спектра изображения на мониторе. Последнее нужно не только для снижения нагрузки на глаза, но и для людей, испытывающих трудности при засыпании, так как известно, что преобладание теплых тонов на изображении способствует меньшему когнитивному напряжению и сниженному уровню раздражения. Монитор от Samsung как конкурент предыдущему. Располагает матрицей VA с разрешением 1920 на 1080 пикселей при диагонали экрана в 24 дюйма. Яркость стандартная, такая же, как у монитора AOC 250 кандел на квадратный метр. Экран имеет все преимущества, чтобы считаться пригодным для игр. 144 Гц частота развертки монитора, 4 мс время отклика пикселей. Да, последнее значение немного хуже, но все равно находится в приемлемом значении. К тому же при меньшей стоимости изделия это вполне оправдано. Цветовое поле всего на 3% уступает предыдущему рассмотренному образцу и охватывает 72% цветового пространства Adobe RGB. Монитор также имеет закругление радиусом 1,8 метра. Стоит отметить, что радиус указывает на оптимальное расстояние от лица пользователя до монитора. И, казалось бы, разница между предыдущим монитором от AOC и этим от Samsung всего 30 сантиметров, но это может стать существенным фактором при выборе монитора. Можете проверить сами, отодвинув на это расстояние свой собственный монитор и попользовавшись некоторое время. Также этот монитор имеет защиту от мерцания экрана, а встроенный режим Eye Saver Mode позволит выводить практически то же самое изображение, но в более теплых тонах, исключив вредное синее свечение. Dell P2419H – это 24-дюймовый плоский монитор со сверхтонкими рамками. Минимальная толщина рамок позволяет ставить два таких монитора вплотную друг к другу и практически не замечать разрыва в изображении, ну и эстетически, конечно, приятнее, когда рамки маленькие, появляется какое-то ощущение футуристичности, современности. В основе экрана лежит IPS-матрица. Не секрет, что эта технология зачастую становится выбором профессионалов, работающих с графикой, или людей, которые не могут определиться с выбором того или иного типа матрицы, но точно хотят видеть красивую, с минимумом цветовых изъянов и максимумом глубины цвета картинку. Full HD разрешение поддерживается при частоте смены кадров в 60 Гц. Яркость обычные 250 кандел на квадратный метр, а вот контрастность меньше 1000 к 1. И это значение обосновано типом матрицы. Углы обзора и цветовое покрытие такие же, как у предыдущего монитора – 178 градусов и 72% поля Adobe RGB. Время отклика указано на сайте производителя в пределах 5-8 миллисекунд, где 5 миллисекунд характерно для смены серых тонов в ускоренном режиме, а 8 – время реагирования пикселя в стандартном режиме. Примечательно, что производитель самостоятельно указывает это в характеристиках на официальном сайте, это приятно. Монитор прошел сертификацию в немецкой организации TUF на сниженный уровень вредного синего свечения. Также пиксели подсвечиваются специальной подсветкой, у которой отсутствует эффект мерцания. Монитор от Dell – один из самых недорогих в нашем топе. Представитель LG в списке мониторов до 15 тысяч рублей с примерно той же стоимостью, что и у предыдущего. Но при этом он имеет разрешение 2560 на 1080 пикселей и отлично подходит для работы с большим количеством программ и одновременно открытых окон. Более широкое пространство дисплея позволяет с удобством размещать больше рабочих окон, а в играх иметь большую погруженность в сам процесс. IPS-матрица ответственна за качественное изображение, и это делает монитор выгодным для тех, кто работает с графикой. К тому же в мониторе используется специальная технология стабилизации черного, позволяющая более наглядно наблюдать на экране картинку в темных тонах. Это полезная особенность, так как IPS-технология обычно уступает VA в отображении черных и серых тонов. Стандартная контрастность для этого типа матрицы составляет 1000 к 1 против 3000 к 1 у VA-матриц. Яркость в 250 кандел на квадратный метр сочетается с 76% покрытием Adobe RGB и временем отклика в 5 миллисекунд. Отдельно производитель отмечает удобное меню монитора, которым можно управлять с помощью указателя мыши, а также специальные игровые режимы, настраивающие монитор на вывод оптимального игровому жанру изображения. Монитор Samsung на 27 дюймов с изогнутой геометрией, имеет разрешение 1920 на 1080 пикселей и радиус кривизны в 1,8 метра. Частота обновления привычная 60 Гц, яркость 250 кандел на квадратный метр. Тип матрицы VA, для которой характерна высокая контрастность в 3000 к 1. Цветность тоже радует – 76% пространства Adobe RGB при углах обзора в 178 градусов. Не так высок пинг пикселей, время отклика 4 миллисекунды. Как и большинство современных мониторов от Samsung, этот оснащен системой подсветки без мерцания и режимом сниженной яркости синего цвета. Вообще сейчас многие производители делают на этом упор и, думаю, стоит остановиться поподробнее на том, чем же так вреден синий спектр излучения монитора. Дело в том, что мозг человека реагирует на синие свечение так, что это сбивает его циркадные ритмы, которые ответственны за режим сна и бодрствование. Согласно большому количеству исследований, исключение из спектра излучения экрана синего цвета улучшает скорость засыпания после завершения рабочего дня за компьютером. Если же работа связана с графикой и важны очень точная цветопередача, то рекомендуется переключать монитор в режим iSaver Mode, хотя бы после завершения рабочего дня, когда монитор используется уже для отдыха, а не для работы. Монитор не самый дорогой в топе, но, как вы могли заметить, вполне может похвастаться отличными характеристиками. Еще один монитор от Samsung теперь уже с диагональю в 32 дюйма. Он также имеет закругление по горизонтали с точкой фокуса на расстоянии 1,8 метра, что позволяет хрусталику глаз работать более оптимальным образом, то есть не меняя своей формы из-за разного расстояния до разных точек на мониторе, как это происходит в случае с плоскими мониторами, особенно с большой диагональю. Если расстояние от монитора подобрано правильно, то каждая точка поверхности изогнутого монитора находится на одинаковом расстоянии от глаз, что и является тем преимуществом, за которое ценят экраны, изготовленные по технологии измененной геометрии. Матрица выполнена по методу VA с разрешением 1920 на 1080 пикселей. По сути, все характеристики монитора идентичны предыдущему, за исключением только что уже озвученной диагонали. Частота кадров 60 Гц, контрастность 3000 к 1, цветовое покрытие Adobe RGB 76%, а время отклика пикселей 4 мс. Присутствуют и технологии Flicker Free и iSaver Mode. Монитор отлично подойдет для максимального погружения в игровой мир или комфортной работы благодаря большой диагонали. И последний на сегодня монитор от бренда AOC. Этот монитор имеет разрешение QHD 2560 на 1440 пикселей, и это отличный вариант для большой диагонали в 32 дюйма. Как заявляет производитель, матрица выполнена по технологии MVA, являющейся улучшенным аналогом все той же VA технологии. Контрастность, яркость, углы обзора остались неизменны, а вот частота дисплея составляет уже 75 Гц. Впечатляющим за свою цену выглядит заявление производителя, что монитор охватывает до 84% цветового поля Adobe RGB, и это действительно выдающийся показатель для VA матриц в ценовом сегменте до 15 тысяч рублей. Монитор изогнутый, с радиусом кривизны 1,8 метра, имеет время откликов 5 миллисекунд и снабжен технологиями Flicker Free и Low Blue Light. Учитывая, что при калибровке цветов можно добиться лучших показателей цветопередачи, этот монитор вполне подойдет для начинающих специалистов в областях фотографии и компьютерной графики, а может даже и для более опытных в своем деле, как второй монитор. Что же, друзья, мы рассмотрели мониторы из среднебюджетной категории, в которой каждое устройство уже действительно что-то из себя представляет и может похвастаться набором своих преимуществ перед конкурентами. Я постарался подобрать разные по характеристикам экземпляры, чтобы было проще разобраться, чего вам больше хочется и какие особенности более предпочтительны, а также понять, чего стоит ожидать от мониторов за стоимость до 15 тысяч рублей. Всегда стараюсь наглядно и понятно рассказывать о предмете обзора и поэтому надеюсь, что вы оцените мои старания лайком к видео, подпиской на канал и комментарием, в котором расскажете свое мнение, чтобы в следующих видео я мог учесть ваши пожелания и замечания. Спасибо и до встречи в новых видео!